друзья добрый день сегодня выпуск про ежегодную осеннюю коллекцию сохраним океан от сейка проспект это дайверские часы как правило выходит они в паре причем всегда в разном корпусе в прошлом году вы знаете были знаменитые черепашки и самураи с мантами шикарнейшие получились часы безусловный хит на весь год при этом не могу сказать то же самое про модели на вашем экране это монстр и тунец в целом симпатичные красивые оригинальные часы но есть некоторые такие моменты которые могут многих в том числе например меня оттолкнуть от покупки я сейчас все расскажу покажу обязательно подробно и рассмотрим эти часы в паре поскольку идеологически они очень близки я не вижу смысла рассматривать их по отдельности хоть здесь и абсолютно разные корпуса давайте начнем с модели под названием sb diy 105 это монстр причем монстр что 10 лет назад он был на еще седьмом механизме что сейчас в целом вообще не изменился то есть тот же стальной корпус тот же стальной браслет мне кажется даже браслет остался тот же что и был 10 лет назад застежка с дайверским удлинением вы все знаете прекрасно как это работает показывать не вижу лишний раз ваше время отнимать здесь же на сами и штампованная застежка увы но хотя бы крайние звенья здесь литые и в целом выглядят часы основательно могу сказать что они красивые по самому внешнему виду не зря монстр считается таким прям хитом от сейка да сколько же 10 этих всех ярлычков то смотрите задняя крышка специальная версия здесь подписано то есть сохраним океан данная коллекция она выходит раз в год как раз на смену мантом пришли вот эти часы это пингвины так называемые здесь на циферблате смотрите вот он потопал потопал по снегу пингвинчик прошелся и оставил свой след какие зимние часы скажем которые возможно не будут уместны в течение всего года если те же манты можно было носить круглый год то это ну явно зимние часы сейчас кстати вышло обновление про тунец я скажу чуть позже вышло обновление монстров тоже на браслете но чуть более темным циферблатом то и тех же самых 58 тысяч иен то есть примерно 500 долларов все те же самые характеристики чуть чуть темнее оттенок безель корпус посмотрите внимательно все наши черты знакомых монстров здесь присутствует появился циклоп дата сейчас на вашем экране 21 число и день недели на японском это все дублируется можно перевести на английский смотрите как это работает откручиваем заводную головку естественно она здесь на резьбе это дайверы водозащита 200 метров на первый щелчок выдвигаем положение на себя мы переводим дату от себя когда крутим то есть по сути по часовой стрелке мы переводим день недели если вы выставляете английский то он по умолчанию у вас не будет английский он не будет больше приключаться на японский и в обратном направлении то же самое действительно то есть включив один раз японский вы так с ним и будете давайте поближе посмотрим на циферблат я считаю что он очень красив действительно приятно выглядит все этакий снег лед скорее снег на льду и лапки пингвинов пишите в комментариях как вам данный циферблат и лучше он или хуже чем прошлогодний океан с плавающими скатами манта как вы видите сборка японская также есть версия для европы которая сборки китайской в том числе официальной продажи в россии это китай и по тунцу аналогичная история теперь давайте поговорим с вами про так называемый тунец сейка тюна отличается он стальным кожухом в которой вставлен механизм вставлены сами часы то есть его в цел можно снять и это на работоспособность никак не повлияет здесь нет браслета здесь у нас с вами светлого рода ремешок резиновый застежка стальная в целом по качеству вопросов никаких нет все красиво все на достойном уровне также японская сборка и также надпись специальная версия здесь присутствует хороший корпус у мне понравился вот эта модель несмотря на то что монстры более популярны она смотрится знаете более цельном более гармонично по крайней мере для меня нравится сочетание стального безеля стального кожуха тунца не пластмассовым как сейчас во многих дайверах на солнечном коммуникаторе у сейка он именно стальной и все это создает такой хороший внешний вид который лично меня зацепил здесь также у нас с вами лед снег и лапки пингвинов посмотрите еще раз напомню что и эта версия также есть японской и китайской сборки и также эти часы получили обновление более темного циферблата на вашем экране картинка стоимость аналогичная 59 тысяч японских йен то есть на 1000 йен дороже чем монстры что фактически означает разницу стоимости в 500 рублей по начинке давайте поговорим что здесь и что здесь сейчас сравним объясню расскажу в целом механизмы одного уровня четверка 4 r36 у монстров и 4 r35 у тунца отличается они наличием даты и наличием дня недели на 4 r36 то есть на 4 r35 только дата и здесь также нету на стекле вы видите нету линзы лупы циклопа как угодно можно назвать 23 камня 4 r35 24 камня 4 r36 точность хода у двух моделей одинаковая по паспорт это плюс 45 минус 35 секунд в сутки 41 час запас хода стекло и там и там минеральная хардликс вот пожалуй это и есть та самая главная причина из-за которой многие откажутся от этих часов почему бы не добавить стоимости 20 долларов и поставить сюда хороший сапфир загадка для меня на самом деле водозащита 200 метров и там и там по размерам по весу естественно часы на ремешке легче 104 грамма против 187 теперь по размерам значит высота моделей 49 и 4 у монстра и 44 он тунца 42 и 4 миллиметра диаметр у монстра и 43 и 2 десятых диаметр у тунца толщина 13 и 4 монстр и 12 и 6 этот тунец при этом браслет цейка монстр во платье имеет вместе часами окружность длиной сто девяносто восемь миллиметров а ремешок тунца застегивая на последнюю дырку мы с вами получаем 200 миллиметров то есть такие они не крупные часики если у вас рука крупная то получается что либо вам докупать другой ремень либо докупать название других вариантов нет вот такие вот получились модели давайте подведем некоторые итоги краткие в целом все уже поняли из обзора но еще раз напомню что это модели за бюджетным механизмом с минеральным стеклом ежегодно издаваемая серия то есть эти часы также как и манты они закончатся осенью 2022 года на данный момент они есть продажи в рублях японская версия стоит в среднем 45 тысяч российских рублей на данный момент с ними никакого дефицита нет но ближе к концу года они закончатся поэтому если вы вдруг решите купить их себе на зимний период 22 23 года то лучше покупать до осени на этом все заканчиваю всем спасибо за просмотр обязательно жду ваших комментариев интересно что думаете про данные модели выскажитесь по сравнению с мантами как вам что вам я же желаю вам крепкого здоровья жму руку носите самые лучшие часы всем пока что и и и и